Что будет, если скрестить Скуф-гитару и Тюбик-гитару? Эй, Скуф! Толстый, пузатый и с коротким стволом. Это Лис Пол. Не гитара, а просто отвал башки. А это худощавое нечто срококастер. Супер дешевый, если, конечно, это Китай. С хиленькими синглами и геморройной кочергой. Они такие разные, как iPhone и Android, Xbox и PlayStation. Пупсень и вупсень. И как их можно совместить в одной гитаре? I have Лис Пол. I'm Srotocaster. P.R.S. Стоят они сейчас просто каких-то конских денег. Хорошо, что я нашел китайскую подде... Реплику. G&D Duke 100. Птички, 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 птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. Вы наверняка знаете эту тему, что в бюджетном диапазоне вероятность найти какую-нибудь интересную гитару, интересной формы, да, крайне мала. Очень повезет, если попадется какой-нибудь Лис Пол с грифом на винтах или Суперстрат, который отпиливает пальцы своими ладами. А так в основном одни сплошные телеки и с рококастер с синглами. Все это выглядит буднично и банально. Никакой изюминки что ли или огонька. И вот как-то вечером я листаю сайт, который вы еще называете... Совсем охуели со своими ценами! И вижу эту альтушку для обычных работяг за 30. Потому что стоит она сейчас реально чуть больше 30. И это походу сейчас реально самая дешевая гитара в форме PRS. Сильное заявление. Если что, поправьте меня в комментах. Да еще и сделана она из красного дерева, как оригинал. И даже птички на месте. Идеальный кандидат для самого честного и неподкупного обзора. Но чем же так хороша эта форма? Вообще ее придумал один гениальный мастер. Который в 80-е годы, когда вокруг творил все это электрогитарное безумие. С суперстратами, стрелами, звездами и прочими гитарными непотребствиями. Просто взял все самое лучшее от электрогитарной классики. Леспола из стратокастера. И получил судебный риск от Гибсон. Ведь гитары PRS будто усовершенствованная копия Леспола. Которую Гибсон почему-то так и не сделали. У них такой же корпус и такой же вклеенный гриф из красного дерева. Такая же скругленная верхняя часть корпуса. Ее еще называют топ из клёна. И форма как у Леспола, которому немного изменила супруга и он стал страдокастером. В ходе долгих судебных разбирательств этому несчастному гитарному мастеру. Даже пришлось распилить две гитары пополам. Чтобы наглядно показать насколько Леспол и его гитары это две совершенно разные вещи. Хотя зачем? Достаточно было просто рядом громко хлопнуть в ладоши. И показать что на его гитаре голова не отвалилась. Прошло уже очень много времени и гитары от фирмы этого мастера стали известны по всему миру. А запоминаются они вам в многом благодаря их уникальной черте. Фирменной подписи мастера. Птичек вместо скучных точек на грифе. А зовут этого мастера Пол Ред Смит или Рид. А из первых букв его имени складывается название фирмы Пи-Ар-Эс. Но что же от этих шестиструнных, не побоюсь этого слова, легенд осталось в нашей сегодняшней гитаре? Все самое нужное. Вы только посмотрите, что это. Это белобрюхи-казадои. Самое главное, что тут есть та самая форма корпуса. Надеюсь она будет поудобнее, чем Леспол. Вживую смотрится конечно просто огонь. Здесь под глянцевым блестящим лаком не просто черная краска, а настоящий автомобильный металлик. Перфекционистов просьба убрать подальше от экранов. Они обязательно найдут здесь пару косяков в окантовке. Как и любая другая черная глянцевая гитара, она моментально собирает на себе дактилоскопическую информацию. И царапается буквально об воздух. Поэтому тряпочки, чистилки, полироли всегда с такой гитарой держим наготове. Корпус тут такой же как у ПРС. Из красного дерева махагон. А вот про кленовый топ никаких упоминаний найти не удалось. Главное, что верхушка у гитары такая же скругленная, как в оригинале. Но самый жир, это конечно же накладка из палисандра. Я серьезно, она прям пахнет жирным маслом. Вы только представьте, здесь каждая птичка вырезана из отдельного куска перламутра. Под каждую птичку вырезан отдельный пас в накладке. И все это совмещено так, чтобы было гладенько и струна ни за чего нигде не цеплялась. А еще тут есть окантовка и аккуратные торцы ладов. И все это на гитаре немного за 30. Странно, учитывая, что на голове тут написано Ж и Д. Кстати, отдельный лайк, то что на голове, в отличие от оригинала, нет никаких торчащих острых углов. Ну хоть кто-то подумал о ребятах, кто будет покупать ее на авито с рук. Струны здесь идут так же прямо, но сами колки поставлены со смещением, чтобы было больше места и удобнее было наматывать струны на них. А на самих колках тут стоят здоровенные металлические бутоны. Прям чувствуется надежность. Краска на пере уже просто черная с глянцевым лаком. А весь остальной гриф не крашеный. Наверное, чтобы было видно настоящее красное дерево. И место для отвала башки. Как-никак потомок лиспола. И давайте уже не будем делать вид, что не замечаем слона в комнате. И внимательно посмотрим на крепление грифа. Он тут не вклеенный. Хотя у PRS есть гитары и с не вклеенными грифами. А на винтах. На, сука, всего двух винтах! А еще, как водится на лисполах, тут 22 лада и мензуры покороче. И все это дело завалено назад относительно корпуса гитары. Ну, как на контрабасе. Самое время проверить, можно ли на этом играть. Сразу предупреждаю, трешака скорее всего не будет. Так как гитару я брал прямо с полки вашего любимого магазина. Ясен, пень ее там полностью подготовили перед продажей. Все-таки на всякий случай давайте померяем. Возьмем специализированный инструмент. Так, и над 12 ладом высота 6 струны миллиметр 75. И высота первой струны полтора миллиметра. Замечательно, прекрасные значения. Ну что, послушаем, как гитара звучит на чистом, на открытых аккордах. Блин, ну звучит-то неплохо. Самое главное, что у гитары вполне себе эргономичный и удобный корпус. Здесь есть вырез под пузико, что очень важно. И лежит гитара на ноге, ну, лучше, чем леспол. Ну что, попробуем пожужжать? Так, ну на ноге лежит вроде бы нормально. Никакого криминала я тут не вижу. Че по поводу ремня? Давайте посмотрим. Гитара, в принципе, висит. И висит, в принципе, нормально. Ничего никуда не перевешивает. Как бы, знаете, у лесполов есть проблема то, что попа сильно перевешивает, да? А у изгэшек, то есть старая версия леспола, которая там некдайвинг. Либо наоборот, что-то в этом стиле, да? Но здесь гитара нормально, прям стабильно висит, никуда не девается. Вот, я прыгаю, тут-дым-сюдым. У меня того и гляди, вырвутся шурупы из гнезд. Ну и вот посидел я тут, поиграл. Гитару эту туда-сюда. Уже, в принципе, длительное время. И че могу сказать? А натуральный гриф, то есть гриф с натуральной отделкой, который не крашен, ничего. Ну, совершенно никак не мешает играть. Особенно хорошему гитаристу, которому мало чего мешает. Никаких похожих ощущений с грифом от Тетрис, который весь такой шершавый. И как будто бы он какой-то медленный, замедляет движение. Ничего подобного вот на этой гитаре нет. Во, вот что хотел сказать. Сейчас камеру немножечко пониже поставлю. Короче, вот так вот сидеть, сидеть с гитарой, в принципе, нормально. Хорошо напоминает стратокастер из-за своей формы и прочего. Немного смущает то, что гриф отклонен назад. Соответственно, левую руку нужно дальше отклонять. Но это, в принципе, и на Лисполе. Наверное, на СГ такая же самая тема. Но! С этой гитарой, в принципе, как и с Лисполом, достаточно неудобно сидеть вот так вот в раскоряку. Из-за того, что у нее слишком большая вот эта вот попа. Не очень удобно вот так вот в раскоряку с ней сидеть. А иногда, знаете ли, хочется. Как я сказал, уже гриф у гитары завален назад. Соответственно, рука у тебя уходит еще дальше влево, назад. Так, кроме того, вырез под коленочку находится, опять же, практически под нековым звукоснимателем. Соответственно, гитара вся уезжает вот сюда. И в итоге, в верхнем позициях у тебя рука играет очень близко, прижатая к телу. Но самое неудобное, что китайцы, когда копировали корпус этой гитары, упустили маленькую особенность. На оригинальных гитарах PRS в этом месте офигенный такой скос. Как раз-таки для того, чтобы было удобно залезать вот эти вот верхние мужские позиции. А здесь на гитаре его нет. Соответственно, играть на высоких ладах будет не так удобно, как бы хотелось. Но, с другой стороны, кто играет выше 12 лада? А вот у изгехи с этим дела в миллиард раз лучше. Но об изгешках в другой раз. Ну, так что вы скажете? Это достойная реплика или китайская подделка? Пишите в комментарии, а еще обязательно подписывайтесь на канал и на телеграм-канал. Там еще больше рифадеевской движухи. Ну, а на этом все. И, как я обычно говорю в конце каждого видео, спокойной ночи, девочки и мальчики. Вау-вау-вау, кар-кар-кар. Спокойной ночи, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok